Добрый день дорогие друзья! Сегодня у нас 27 ноября и мы выходим на самом деле на финишную прямую. Завтра у нас день благодарения, в пятницу у нас полдня, рынок закрывается в час дня по Америке и соответственно уже наступает декабрь месяц, финальный месяц уходящего года. Давайте поговорим в каком состоянии мы подходим к этому рынку, но вначале хочу предупредить вас, что завтра мы не работаем, соответственно обзора не будет, в пятницу тоже обзора не будет, поскольку у нас рассылки тоже не будет, поскольку у нас день после праздника, поэтому мы приступаем, возвращаемся к рассылке в понедельник и давайте подведем некоторые итоги уходящего года. Этот год стал один из 8 лет, когда рынок поднялся более 20 процентов, то есть на текущий момент мы поднялись более, почти что там, более, больше всего по NASDAQ, я не помню четко цифры, 23, 24, где-то 26 процентов, по NASDAQ 26, 24 по S&P, 23 по Dow Jones. Этот год стал одним из лучших годов, но опять же вот мы поднялись достаточно хорошо вот с октября месяца. Вначале нам предрекали ноябрь, ну как ноябрь и октябрь, как самые два таких тяжелых месяца для года, когда года, когда согласно статистике рынок падает, но мы увидели достаточно серьезный прирост рынка за вот эти два прошедших месяца, что нам говорит в силу позитивного взгляда инвесторов на будущее. Если раньше нам говорили, что рынок может упасть только тогда, когда в рынке полный штиль, когда в рынке полная, как говорится, комплейсмент или как это еще называется, полная уверенность в завтрашнем дне, полная уверенность в том, что рынок не упадет, рынок может упасть в такое время. Вот сейчас как раз такое время и есть, когда рынок, как я уже говорил, порядка девяти недель не падает, рынок не показал сколь-либо существенного падения за последние даже два, наверное, два с половиной месяца. Большинство акций поднялись за это время и инвесторы как никогда уверены, когда любая новость, будь то плохая или будь то хорошая, воспринимается позитивно, поскольку хорошая новость воспринимается позитивно, так как она хорошая, а плохая новость воспринимается позитивно, потому что она не такая плохая, как могла бы быть. Поэтому сейчас рынок мы видим практически каждый день идет наверх, я ни в коей мере не жалуюсь, но опять же все это подготавливает почву, все это надувает пузырь и мы просто можем увидеть очень такое существенное падение рынка уже в ближайшее время, поскольку сейчас показатель удовлетворенности рынка находится на своем максимальном уровне, который достигался в девянос, лишь в пяти процентов случаев, это индекс имеет значение 4 и 8 процентов, в то время как на прошлой неделе его значение было 3 и 4 десятых процентов. 2 октября, когда вышли плохие номера по индустриальному производству или ISM индекс, тогда он заставлял 2 и 4 десятых процентов, то есть он поднялся в два раза, он поднялся с прошедшего месяца, поэтому сейчас инвесторы уверены как никогда. И вот у нас выходят номера, выходят номера по GDP и соответственно если они будут более не менее приближенные к ожиданиям, рынок на них отреагирует позитивно. Поэтому сейчас многие смотрят на последний месяц уходящего года, на декабрь месяц, в соответствии с тем как вел себя рынок в те годы, когда он поднимался рынок сам более 20 процентов, то он показывает, что декабрь месяц тех лет давал тоже прирост порядка двух с половиной процентов в месяц. Поэтому мы можем смотреть на декабрь месяц как называемый месяц Windows Dressing, мы можем видеть согласно статистике ожидаемые два с половиной процента, лишь бы мы не увидели такой распродажи как была в прошлом декабре, но я думаю такого мы не увидим. И как многие эксперты говорят, сейчас на самом деле рынок может лишь упасть в том случае, если будет очень серьезный какой-то триггер, который вызовет это падение рынка. Таким триггером может быть какое-то резкое ухудшение американо-китайских отношений, может быть событие типа 11 сентября, может быть какой-то флэш-крэш, который вот был у нас вот в десятом году. То есть может быть все, что такое вот, ну что имеет, как говорят, вот есть такая наука-эконометрика, и она такие вещи называют Acts of God, статистика, вероятность возникновения которых чрезвычайно мала. Поэтому, наверное, мы в этом году, по крайней мере, никакой коррекции не увидим. И многие эксперты говорят, что, возможно, какой-то тип коррекции может возникнуть уже в начале следующего года, поскольку этот год никто не хочет портить какими-то знаете ухудшениями, какими-то распродажами, поскольку все хотят показать хороший год для своих клиентов, поэтому продавать никто ничего не захочет. Поэтому, скорее всего, оно так и будет, будет позитивно. Сейчас секундочку, я прервусь буквально на минуту, мне нужно выйти и я продолжу буквально через пару секунд. Секундочку. Секундочку. Так, я возвращаюсь. Значит, мы остановились на том, что рынок как никогда сейчас уверен в себе и, соответственно, единственным событием, которое может вызвать крушение этого рынка или падение его, это какое-то такое геополитическое событие, которое действительно будет носить очень отрицательный характер или какое-то резкое снижение там или повышение безработицы или резкое снижение прогноза по GDP, но на самом деле такого никто не даст, тем более не даст в конце года, поскольку все хотят видеть вот такое состояние рынка, оно на самом деле благоприятствует 99% людей, поэтому все, в принципе, довольны, все рады, как говорят и волки сыты и овцы целы. Поэтому, просто как мы должны на этот рынок реагировать, мы должны просто вкладывать в этот рынок, мы должны вкладывать в хорошие акции, которые растут, акции сильных компаний, которые будут покупаться на конец этого года. Просто еще раз повторяю, что мы должны понимать конъюнктуру этого рынка и мы должны следовать тому, что делают сейчас большие игроки. Что касается квартальных отчетов. Квартальные отчеты уже, в принципе, закончились, какие-то отдельные компании у нас выдают какие-то квартальные отчеты, и вот на самом деле очень активизировались у нас акции фармацевтических компаний. В этой отрасли у нас начались какие-то возможные M&A действия, какие-то компании более мелкие покупаются более крупными, а деньги достаточно дешевые сейчас, поэтому у больших компаний есть возможность покупки более мелких и покупки конкурентов. И в этом свете я хочу показать вам компанию, которую многие аналитики рекомендуют в покупке. Это компания Tandem. Компания, которая выпускает девайсы для диабетиков. Компания, которая позволяет инсулин, делать себе уколы, наблюдать электронным путем за инсулином. Эта компания практически находится на своем годовом максимуме. И вот многие говорят, что после того, как она сейчас расширяется в Европу, есть смысл эту компанию покупать. Вот есть тоже компания DXM, которая тоже вот примерно тем же занимается. Она стоит 224 доллара. Причем вот за год поднялась вдвое, в то время как Tandem тоже поднялась даже не вдвое, а наверное втрое поднялась. Ну почти что втрое поднялась за год. Значит поэтому сейчас вот у нас вот на самом деле вот нужно с одной стороны покупать акции сильных компаний, которые находятся наверху, но и с другой стороны нельзя пренебрегать такими компаниями, так называемыми падшими ангелами. Компании, которые упали по несколько не объективным причинам в силу окончания lock up expiration, как это было в компании Uber, в акциях компании Uber, которая у нас упала до 25 долларов. Сейчас она уже и вчера она подходила за, выходила за отметку в 30 долларов, и как только она закрепится вот в районе 30 долларов, уже это говорит о том, что эта акция отсюда пойдет наверх. Она и так понятна, что отсюда пойдет наверх. Компания на самом деле может последовать вот по примеру фейсбука, когда тот тоже достаточно большое IPO было, конечно не такое как Uber, но большое, и соответственно тоже акции компании поста IPO упали, но потом пошли наверх и уже без оглядки поднимались. Значит, а также хочу отметить на акции, обратить ваше внимание на акции таких компаний, как Yeti, которые показали слабость одного квартала. В принципе бизнес остается достаточно сильным, и акции этой компании сейчас пойдут наверх, и я вижу где-то вот до середины следующего года в районе 60-70 долларов, то есть акции будут возвращаться на свой максимум. Поэтому я считаю, что вот это тоже одна из таких хороших покупок вот на данный момент времени. Еще хочу обратить внимание на такие компании, как LK, которая превратилась в такую несколько навязчивую идею о том, что LK станет новым Starbucks, и в принципе акции этой компании тоже закрепились за отметкой в 30 долларов, и я думаю в принципе будут тоже расти в ближайшее время до следующего квартального отчета. Тоже на самом деле очень важно инвестировать в те акции, которые не стоят между отчетами. Есть такие компании, которые в принципе стоят на одном месте между квартальными отчетами и лишь двигаются на отчетах. То есть на графиках таких акциях можно видеть определенные ступеньки, что акция стоит, стоит на квартальном отчете, идет наверх, потом снова стоит до следующего квартального отчета. То есть такие акции покупать не надо, их только есть смысл покупать непосредственно перед самим квартальным отчетом. Что касается акций марихуанных компаний, там по-прежнему неопределенность, они сделали попытку движения наверх, но эта попытка сразу же была прервана, хотя вот если взять акции компании CGC, они все равно на 3 доллара поднялись, последние 3 дня падают, но тем не менее, вот все равно акции компании от своего лоу оттолкнулись. Значит, сегодня у нас есть пару квартальных отчетов, а один из них это компания Quad, это софтвер-компания, пока еще не торгуется, непонятно где она будет. Акции компании Dell, крупнейшего производителя компьютеров, торгуются в минусе. Есть у нас продавец, мы видим на 2 доллара ниже, ну на 1,5 доллара ниже, чем где акция закрылась, поэтому скорее всего мы увидим движение вниз в акциях компании Dell. Акции компании SEND, это компания, которая выпускает товары для сада, там ножницы, там стричь траву и так далее, тоже отдала плохой квартальный отчет, тоже скорее всего откроется в минусе. Как откроется в минусе акции компании GES, которая с одной стороны вроде дала хороший отчет, с другой стороны видна показатели по продажам и гайденс, не сильно понравилась аналитикам, поэтому GES у нас тоже, скорее всего, будет падать сегодня. Ну и в принципе это, наверное, вот все компании, за исключением еще от компании KISS такая есть, непонятно, что она делает, извиняюсь, KISS, это компания, которая тоже очень неплохо выросла с начала года, посмотрим, что она уже выше 100 долларов стоит, вот есть покупатель по 106 долларов, то есть выше цены закрытия, и в принципе акции могут пойти на пробой своего годового максимума, тоже вот акции ровно в два раза с начала года, если взять их максимум, то поднимались. Поэтому вот такая у нас в рынке обстоит ситуация, поэтому нужно в это время, ну скажем так, не сильно как бы перегружать себя, потому что если вы полностью будете в рынке с маржой, то распродажа рынка может застать вас врасплох, просто частично закрывайтесь, частично берите какие-то прибыли, целиком из рынка не выходите, но оставляйте самые такие, что ни на есть, обещающие компании, которые могут действительно стать лидерами в этом, в следующем году, и соответственно в соответствии со своими технологиями, такие компании как Okta, такие компании как VIV, это компании, которые растут и которые будут продолжать расти, такие компании как KYX и ряд других, то есть тяжело найти на самом деле новые такие компании, которые находятся еще до 50 долларов, чтобы вот инвестировать туда, это на самом деле достаточно тяжело, но как только акция перешагивает отметку в 100 долларов, это говорит в пользу того, что у компании действительно comparative business, что она находится в таком своем, скажем, в своей сфере, где она является лидером и где она имеет конкурентное преимущество. У меня на сегодня все, всем хороших праздников, хороших выходных, до встречи в понедельник, до свидания.